Здравствуйте! Сегодня рассматриваем каскадный слив дренажа. Итак, изображаем группу подогревателей высокого давления. Обычно их рисуют в виде квадратиков, в простом варианте изображения вертикально. Одновременно необходимо показать диэратор, это чуточку ниже и правее. Диэратор все линии на рисунках нужно доводить до конца. Из диэратора выходит питательная вода, которая питательным насосом направляется в группу подогревателей высокого давления, после которых с параметрами температуры питательной воды будет направлено в котел. Подогреватели высокого давления, ну в данном случае три штуки показано, это для турбин, начиная наверное с мощности 100 мегаватт и выше. Так вот, в подогревателях высокого давления организованы отборы следующим образом. Самый верхний подогреватель, его обычно будут обозначать буквой P и цифрой 7, потому что до диэратора здесь скорее всего будет еще четыре подогревателя низкого давления. Следующий подогреватель это P6 и следующий подогреватель P5, так как подогреватели чаще всего обозначают по ходу движения конденсата и питательной воды. Так вот, в верхний подогреватель отбор будет иметь самые высокие параметры, приблизительно 3,3 мегапаскаля давления. И если мы здесь покажем турбину, с организацией ее отборов, турбина, генератор, то это самый первый отбор из турбины. В следующий подогреватель P6 параметры будут уже ниже и этот отбор будет организован дальше по ходу движения пара в турбине. Здесь уже параметры будут приблизительно 2,2 мегапаскаля. И в следующий подогреватель еще меньше. Еще дальше по ходу движения пара в турбине будет расположен отбор и здесь уже будет приблизительно 1,2 мегапаскаля давления в этом отборе. Из этого же отбора через ROW обеспечивается подача пара на диэратор. ROW это редукционно-охладительная остановка, назначение которой снизить давление пара в отборе и обеспечивать постоянство этого давления на стороне низкого давления. И здесь давление будет в районе приблизительно 0,6 мегапаскаля. Так вот слив дренажа. Дренаж это тот конденсат, который получается в подогревателе при отдаче теплоты вот этим парам питательной воде. Этот процесс происходит при постоянстве давления в 3,3 мегапаскаля при конденсации этого потока. Конденсат, который получен в подогревателе и называется дренажом. Этот дренаж сливается в следующий подогреватель и двигается он туда самотоком или самотеком, потому что давление в этом подогревателе ниже, чем давление в этом. Здесь давление выше, он туда сам идет. Из подогревателя P6 дренаж будет сливаться точно так же в подогреватель А из P5 в D-аэратор. Вот такая организация слива дренажа и получила название каскадной схемы слива дренажа. Все. Спасибо за внимание. До свидания.